всем привет сегодня 37 выпуск передачи manwell knows и у нас в гостях ричард болотник человек которого мы очень долго ждали как и всех наших гостей мы его убеждали убеждали уговаривали и вот я наконец-то его уговорил поймал его в момент когда только-только начинается подготовка до следующему бою после свадьбы после свадебного отдыха нашел он все-таки денек два часика для того чтобы со мной пообщаться на встречу ну давай начнем сразу самого хорошего ты недавно женился наконец это прекрасно поздравляем тебя как отдых прошел было у вас всегда есть очень много смешных видео что человек на самом деле и она к этому обладен относится мы любим поржать над собой друг на другом как бы это нормальная тема я думаю что в отношениях ну такое должно быть вы иногда каши перебарщивая но вида конечно все четко вот да но сразу могу сказать что мне наверно уже человек наверно 20-30 подошли спросили это значит вопрос а ну что повторил бы свадьбу скажу так нет никогда потому что это ужасно тяжелый день корабля это очень много нервов много фоток от столько внимание ты все должен улыбаться я вообще не люблю я не люблю там даже то что мы сейчас сидим да и не люблю не интервью не люблю фотки я такой человек стесняюсь там надо лично взяла фотку это не люблю этого она именно вот на свадьбе ты представляешь что два дня только ты короче только тебе тост для тебя тост про тебя тост очень тяжело но конечно это все круто этот как бы приятная такая приятно тяжело наконец-то да я счастлив мы уже долго встречать восемь лет будет сентябре срок я тормоз я тормоз я долго так получалось как так получалось но ничего это для как бы любви думаешь особо там что меняется замужем ты желатка все равно есть свадьба любим мы также я думаю что еще больше буду каждый день еще больше я всегда с таким уважением отношусь к тому что ты после боя всегда алина тебе очень повезло очень повезло с твоим мужем замечательный парень тут еще сказал про меня ну хорошо ты вернулся с отдыха где отдыхали в турцию и турцию да я скажу что это было круто как бы я не относился там турции я был когда-то в детстве не особо это мне понравилось все не дали сахарные вай нельзя вот так много кушать бургеров а сейчас мы ехали на 11 дней и это было обалденно это было круто я мне кажется я не ходил даже иногда на обед и потому что я ел столько на завтрак это перекусы бургеры кебабы тренер айвер и я очень много ел из тоже конечно можно было мне это сок там милкшейки ну короче не знаю мне кажется для именно all inclusive это было это боже ультра ультра all inclusive это было реально очень круто и потому что мы были в прошлом году в греции она крития но не так понравилось да круто мне было еще первая поездка в жизни на самолете там ей не особо это как бы она так немножко стресса отрисовала вот и первая поездка так немножко знаешь как всегда то что-то не то что там новая а вот турция но это было благодаря богу свадьба мяча не а вот это вот все это это бомба большой мега позитив да да ну и ты сразу да ты сразу после отдыха сразу подготовительный процесс да да на 12 октября я ожидаю серьезно россиянин сергей якимов его на самом деле латвия знает но он приезжал сюда если не ошибаюсь мне кажется в 6 нас будут тогда мне кажется когда боксировал андрей пакумейко с чудинова да и вот у якимова был бой не помню как зовут там парня они дрались за wbc international silver вот этого парня мы уже знаем после за боксом тоже должен помнить мы даже два лет раза уже хотели как-то встречаться даже если был в крузерах но все равно были какие-то там разговоры что надо 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 но и вот вот сейчас вот судьба все сводила заводил и он увидел что я перешел лать и сказала сейчас полегче до деда прилетел и встретился со своими менеджерами до промоутерами ну сказали вот такой бой как вы думаете чего как после последних боев там с кем у как бы у тебя каждый бой мне кажется в кость в кость и кундре и так что тебе нечего там бояться и я тоже не собираюсь там боксировать шаг назад делать надо каким-то трехсотами поэтому я хочу есть какие-то мысли и задачи у тебя вся карьера строится на вот таких боях жена хороших да да поэтому к тебе такое особое отношение от любителей бокса которые вот всегда хотят видеть бои ну просто нокауты а по и именно бои я скажу так что даже иногда будет какие-то там бои когда но не особо это зрелищно что-то на выгляда и народу сразу ну не молотик ну тоже не бокс делал община я умер бансирую с грузином ну да грубо говоря вот эти люди знают что ну не ну скучный бой ну ужасно речи но он был интересный без проблем говорите что те кто люди понимают мне писали не звонили мир от суши речи но так как мы знаем что ты там упертый баран и идешь тупо там лбом пробиваешь а тут была работа на ногах проваливание уклона первое что победит берет и именно вот сломался на и поменял построился под соперника это круто так можете сказать человек веры понимает но что есть работа тренер установка тренера и так далее под определенного соперника но в основном то масса не понимает и они типа скучный мужем и я думаю что у нас только сейчас сейчас наконец-то выливать в боксе да уже сложно да уже не можешь сказать что суши но это только третий раунд разогревает мнение вы видели двоих делал за разогретые люди поэтому это благодаря тоже когда и вообще и вадиму и жене делают турнир и крутила сама турнира я считаю что бокс уровень поднялся эти несколько лет в первую очередь мне кажется самим боксером стало комфортнее но я скажу что наверно больше боксеры начали больше тренироваться до возможности появились да есть какая-то возможность есть ради чего ты боксируешь для чего ты боксируешь а у тебя были в карьере такие моменты когда ну вот как там пять-семь лет назад типа поедешь за границу биться ну там правда тебе ничего не светит там 500 евро заплатят не такого не было скажу когда перешел в тюкбокс савлиса шейкеса даю свечу перешел на бокс диме я вообще не особо что-то там хотел как я там тусовался служит на районах мне был вообще как-то так не особо интересный минут хотелось да там что-то научиться что-то новое миссия что новое интересно и мать или тренироваться я говорю слушай там дим может быть что поеду куда-нибудь ну что тут тренироваться ну зачем принялся без ну давай но мы там сделали там тобой там открыли победу туда сюда и ну ты поехал ну конечно я понял что мои уличные навыки это полная ерунда вот но но мне что понравилось и что я сразу понял что вот перед боем этот наш куде мандраж у меня его в априори вообще нет я всегда судьба на судьба я подготовлен я натренирован ну здесь я выйду ты можешь тренироваться там 800 лет там не знаю до тачивать какую-то защиту но ты придешь вам все это судьба но так бог решил поэтому я всегда очень так нормально отношусь хорошему там расположение духа вышел отработал отпахал ну там уже знаешь что можно все не знаю на более уж поэтому я ко всему это нормально поселся его 1 боя помню это состояние такое никогда там сидишь там не знаю каких-то годах баритов выйдем то выйдем давай тут уже по-другому это уже по-любому выходит и не знаю мне понравилось адреналин кайф эти люди и вот это мое на улице много дрался наверно да да все мы дрались много в школе дрались то есть я не знаю это был такой конфликтный был на улице ну и все приключения нет честно нет не было такого что я специально ходил там кого-то не 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 когда там до друга там трудно не проходил но за друга там за девушку потому что у нас специально провоцирует я иногда даже на самом деле вот ну сейчас вообще уже давно уже не дрался а я всегда как-то так нормально относился утолкнул уйду ладно развернул слушал но если там уже добывается конечно извини пара доработать так нет на самом деле не не из дручунов как говорится вот ты сказал по поводу судьба да то что бах удар и все вспомним твой бой с мучено да но это был такой прям бой бой но и вызов был такой да я считаю что как бы как тебе сказать могло повернуться все по-другому повернулся бы например по-другому может быть тогда немножко карьера пошла по-другому и в голове у меня было бы немножко другое что я поехал я выиграл я уже могу знаешь нет ничего ты еще пока не может и часть еще не может и надо еще много работать пахать пахать и еще раз пахать ну там получилось так во-первых и вес ну я считаю что 90 но не мой но я слишком маловато но очень и на взвешивание уже это показало да что он реально мощнее но и когда мы вышли там через день на следующий день в этот ринг но я на него посмотрел на господи где-то еще одного такого но он очень большой на самом деле бой был до был немножко я скованный такой во-первых перелет недели проживания там не родные стена тяжело но все равно характер конечно добавляю меня вышел что-то делал боксировал я был уверен в своих духе пусть убьет бьет 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 но я знаю что там какие-то там во второй половине во второй половине боя я начну ему все равно кушать из-за характера из наш уборства и да и вот в пятом я вот получилось да нехорошие хорошего шестом а вот в пятом я у нас тут даже хорошо потрес что он обнялся и не отдал меня дождь и почти упала было был момент такой я смотрел бой дальше все вот до шестого раунда очень даже очень неплохо да понятно на голову не было такой защиты какой-то но то что я не сдавался и не показал что он там круче меня это точно и ну вот в шестом как-то так получилось что я он сдал он ждал этого я знаю что он не один человек уже вполне я только один упал от его такой на фишке он специально отходил назад на канаты и как только вот видел данный он посел и поднял я помню что только уже так голову поднимаю не беру ждет чтобы честно первое что я что я помню что это делаю и уже смотрю на него он упал или или я вроде раз так стал и смотрю раз это начинаешь что читать и буду все в порядке высоту порядке а ноги ну просто встал и вот что вот неопытность он полетел просто начал там миссия и я закрылся да и потому что тоже от масс его упал так я думаю что если бы там двигался если был бы как сейчас более опытные думаю все поменяло но ничего все что делается делаться к лучшему я к этому вообще но что вот происходит всегда интересно вот голове урока нокаут ты приходишь в раздевалку ты садишься что дальше происходит вокруг я наверное пытаюсь больше успокоить тренера я больше за него переживаю чем за себя вот я больше переживаю что вот я его подвел что вот где-то я не доработал где вот он говорил я купил что-то сделал так как я хотел и так вот получилось да там немножко я включил свой характер этот который не нужен был ушел вперед на придем надо делать он был боксировать умно дима и я больше вот успокаиваю его там ну диму прости дим успокойся эта фигня это все до херня мы еще выиграем и все еще всех побег порядке он понимает конечно вот я вообще сижу вот так это все разговаривали он здесь голова как бы так хорошо так и слизи и было и больше конечно я успокаиваю себя как бы но ну что уже тут разговаривать но были такие моменты что типа все не нету что никогда в жизни вообще то что получилось это и фигня господи он один такой а если через я еще вернусь 100 процентов через пару лет приедем скинься в лайтхэви приезжай ко мне братан слушай ну твой последний бой гасан гасанов был да твои фотографии просто взорвали фейсбук со взвешивания нету вторую вторую взвешивание на таких хороших сколько ты веса сгонял первый бой я скинул на менди там было 79 я скинул наверно 13 наверно сейчас было 80 маму что к у нас был допуск не занятие то не да там допуск два килограмма где-то 80 80 ну второй раз было легче намного а восстанавливаешься как я воскресенье уже 8 8 все в порядке турецком по турецкой все хорошо бургеры полы у меня восстановление хорошее да ну я организм такой знаешь я могу там набрать быстро скинуть до последний там я 4 килограмма не вот вот этот и вообще вот это вообще самая вкусная вода я этот кусок вырежу это будет реклама вот это конечно да ну вот сейчас опять вот у нас получается сергей миккиом 79 7 всего я вот у нас ним за титул да будет его нашел вакантный чемпион это антоним воркома который боксер с коварем вот у него сейчас главный пояс и вот на взвешивание но на 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 бой с поясом уже нету там допуск никакого порядке с нас кем бы хотел в этом весе пробиться реально вот прям ты себя видишь с кем как говорится категории но с кем даже сказать не всем кого хочу побить а с кем просто хочу получить опыт да 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 мне кажется с любым из десятки с пятерки в любой весовой категории с каждым там у тебя веселый там хороший там и гвоздик и ковалев да там и власов сейчас максим перешел выиграл да да то вообще круто я планирую конечно туда зайти и это уже как бы но знаешь с годами все равно становится такой ты вот смотришь да это там крутые бойцы крутые ну ты когда ближе к ним подходишь и все больше хочешь съесть ты хочешь а ты круто если я выберу значит если ты хочешь быть крутым должен выиграть круто понимаешь и они становятся младше конечно я не стареют и скидывают больше и владею появились вот но не это конечно да с любым из пятерки из десятки топовых боксеров как бы конечно сейчас и на каком месте кто-то двадцать восьмой или двадцать город очень близко но мы очень близко но это круто наверное да это очень такое не знаю если ты боксируешь либо с хорошим же раньше когда мы там разговаривали на этом три года назад димой там и с друзьями слушаем если там в двухсотку зайдешь ваще царь слушай если в сотку зайдешь красавчик вот сейчас 30 до но я не считаю что там так что колоссальная я как-то хочу чтобы обмене говорили что там в тридцатке а вот когда вот с какой-то чемпион и чтобы там он это знаешь как аппетит приходит да 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 я должен у нас там для тренеров чтобы знаешь диме говорили вот он воспитывал воспитал там чемпиона мира вот для тренеров все равно я думаю что каждый боец он дима сейчас и так тренирует одного чемпиона мира это достоял по сморисом но в парах и спарринге да мы как-то обменивались и я помогал ему готовится вот это уже это очень опасный человек очень жестко он бьет жестко он видит у него есть такой инстинкт вот инстинкт у него такой вот убийцы вот не знаю вот он чувствует он реальный хищник вот он в риге то есть в ринге он увидит все он читает не знаю это блин это талант это крутой чувак у него мне кажется нет эмоций вот он прям так вот у него они есть но видишь не каждый умеет с ними совладать вот он если вот идет да посмотрите как он идет к рингу вот он идет весь погружен туда вот он сосредоточен только победа только отработать там да то там все но я не знаю для меня он очень не знаю это круто постоять что я стоял с морисом там спарринге ну ты тоже как-то за свой народ бился против поляка когда помнишь бой когда полякам как-то не очень красиво специально какая-то была провокация со стороны там каких-то людей организаторов надо что он приехал сказал что рига это мой город конечно я бы очень не зол а вот боженька наказала за его слова даже не наказал его наказал бог твоими руками конечно я думаю что слушали каждый человек с улицы был услышал такое что не знаю это это было слишком эту самоуверенно и некрасиво какая-то ужас ну а давай вспомним твой бой тоже очень интересный был он не то чтобы скандальный получился но с продолжением это с андреем покумейко у вас был бой он достаточно давно был сейчас вы товарищи по команде это был первый бы из местных это кажется что это было так что мы начали боксировать катались катались за границу и потом у меня это был но это был павчик это был это был профессиональный боксер но я был так что начинали то что делали но для меня он был был он был он был уже состоявшимся боксером уже много кто знал и как-то так предложили берет хочешь ты меня никогда я никогда не скажу нет да ну хочешь еще хочешь надо пойдем вот дмитрием играть чем своим тренером с димой дамы давай без проблем ну и вышло и вы что как вышло было круто мне кажется это был вообще это был прикольный бой много я танцевал в ринге и смеялся и прыгал короче мы с димой прыгали после того как сказали что я выиграл это было круто что это такая хорошая голова с кем из латвийцам еще хотел побить вообще не без агрессии даже так вот по мере него не хочу по спарринговать потренироваться побегать поплавать и не знаю сока возить и да без проблем боксировать нет а с чем это связано да не знаю нет такого как это немножко говорится у меня весовой категории там 10 один человек из латвии в мире нас пища но у нас и так здесь уже знаешь как бы ну здесь человек слушай я вообще очень горд что у нас в сотке уже четыре сколько латыша я поля марис тогда умеет и даже был слушай это уже круто ну зачем со своими давай не интересно же для зрителей но но смотри вот мы приходим на лнк мы видим что примерно в одном месте пацаны хорош от всех хочется как бы посмотреть на бой образно говоря болотник грешу не при разный разный вес хорошо алексей джеки тоже разная с его он ушел ниже вам не кажется в 76 ушел промежуточном подраться не не было такого желания не не думаю да и не смогу просто в своих же настроиться я хочу как ты знаешь ты хочешь быть черный я хочу это свои это свои знаете там все чем-то как пасы помогаем советами дружески там я не знаю тренировки там мыслями какие-то помогаем да зачем я думаю что это не надо если там когда-нибудь может быть нас там кто-то начнет там встречает нам с лбами там специально за спину я буду уверен что я за себя буду говорить что нет ну а как вообще относишься к этим всем грязным инсинуациям всяким вот этим это в основном организаторы делают чтобы подбить бойцов более такому агрессивному поведению шоу и так далее мне кажется ты был бы нормальный такой трешток я думаю что мне бы не боксировать я просто могу выходить поговорить и убежать из топ-40 человек не знаю иногда конечно хочется что-то поговорить но честно для меня я вот очень важно когда ты вот с соперником встречаешься перед там взвешь и есть ну и сразу конечно есть люди которые тебя увидел в каких у масках но как бы такие ты сразу думаешь у брата а есть такие люди которые вот он то увидел да его подойдет там он подойдет тренинг подойдутся ну как я могу он человек я чего зачем друг друга скрыть но я я не считаю что мы это знаешь как гладиаторы мы увиделись пожали руки вышли там нинка будет раньше нас когда здесь показали красивый бокс от боксировали потом все равно какой бы трешток посмотрели все равно все потом уважают зачем перед этим кричать я ты знаешь там на улице дискотеке он там кричал за спиной друзья во 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 и первые упал за счет ты разговариваешь понимаешь хочешь что-то то парни рассказать там если там понятное дело если он там будет как-то меня оскорбляет еще что-то меня ладно семью нельзя семью вот нельзя дотрогать меня да скажу ты хочешь ну я выйду я за себя отвечу а так нет я к этому так но они предлагали такое типа сушку не отройте аришку но тогда когда поляк тогда это само собой как тогда предлагали да не касса даже записал какое-то видео что поляк какой человек приехал сюда поляк люди что это теперь наверно после такого нокаута чуть-чуть мне кажется очень завязал с боксом закончил карьеру ну он в принципе в своем городе и закончил да да что то у него было не в порядке с головой ну смотри а кто был кто был твоим кумиром в боксе вот в детстве не сейчас кого ты уже такой осознал что ты там вот это крутые еще в детстве в детстве я смотрел павла буря потому что ехал в хоккей кстати хоккей да хоккей ты играл сколько 11 лет 11 10 лет отыграл отыграл и здесь такая первая команда мне кажется в детстве я в 55 школе сейчас уже но тогда начинка слизывалась сергия желток вот пятьдесят пятка я там начал там динамо юниорс такая была команда там мы играли пал андреичный тренер потом 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 мне кажется я уже уехал в лепестка металлорке отыграл нам давали достаточно достаточно профессионально ну как бы да да там уже знаешь там уже как я считаю что пациент тогда ты уже приходишь к какому-то человеку дежурному и он тебе выдает клюшки форму это уже было когда я что-то было обалденно как-то обалденно какого-то уровня у меня не было играл играл в третьей пятерке во второй пятерке играл пацаны все знают куба я вообще брачка мой семью знаю и скворцовый даугович и тенича мы со всеми с ними играли вот всех на пацанов как-то знаешь как мы папа рассказывает кого я ну там будет разговор как закончился с хоккеем батя говорит я расскажу мы встретились он так пришел дал мне клюшку перед батю хочешь играть хоть и играть пацана да это сколько тебе болезнь я не знаю даже где-то 15-16 как-то так это в этом возрасте вот ушел потом у меня была ирландия у меня было к 1 против life короче так много боев покинутий ой да и не помню сейчас по любителям по любителям кто-то был и литву я выиграл по моему эстонию и на кубок европы я ездил серебро получил жизнь к алексеевым ездили потом было как-то пару боев по профессионалу и я в тупом си маленьком а вот это был с этим каким-то он был легиона французского парня то какой-то он говорит он крутой игру давай давай хочу порубиться давай но я помню так что почему такая первая почему закончу с боксом с к 1 ну потому что ты не можешь ходить ужасно болят ноги и как бы мне вот не нравилось это это слишком не то бокс потом как-то так раз 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 я знал что начал дима тренировать наши халай начал тренировать и как-то мне было круто мое да и честно но мне он как кажется хоть там только руки до бокс там и руки и колени и ноги боксу как-то более не знаю там не хочу никого убить но мне кажется это это такая красивое движение телом да не просто прямой линейной там убить там высекать ноги тут такая не знаю пластичность должна быть круто мне это больше подушек ну а сейчас то вот из боксера вот прям смотри крутой такой тип уже но его конечно понятное дело тому маченко и усик да не все нет такого что ты когда идешь по улицу у человека и о но нет такой я могу сказать такой я не из тех людей они все крутые и у всех у них можно чему-то научиться да и они все не все в пахаре за чего за счет как я спортсмен каждое дашь и уважаю только за то что они там по 8 часов живут за вот на самом ли этого мало то ведь люди видят 12 раундов да вот там устал в восьмом доколку муху стоит вашему родцу вашему максимум ну что за фигня короче да но вы знаете как насколько это тяжело и я вот уважаю каждому как спортсмена такого как обалденный как идол который который такого нет этого понятное дело для меня ближе всего это конечно мать это который человек такой страны и сейчас финале да неважно финале он все равно он и и когда он выиграл big grand better да здесь варенье рига это очень половина даже забыли про это ну вот дважды даже вы выиграли вот здесь здесь когда время там к корону или что ему там задевали вот я тогда понял что он хороший парень мама хочешь чтобы я пошел вот но он но он безусловно номер один в латвии а после кто идет по-твоему ну давай еще четырех я ричард дианович болотник мы вас снимались и но я не знаю не могу так сказать что кто-то придет после мариса не просто назови 4 как бы топовые такие четыре на которых приятно мне смотреть это понятное дело там марис усик альварес просто бомбовый чувак альварес и и и но после последнего боя после последнего боя мне ковалев как-то более-менее ну то что вот он чуть по-другому он поменялся вот он мне не нравился вообще ну вот так как его заставила жизнь ну и вот этим поражения да вот человек поменялся я считаю что это это ужасно сильно и то что он вышел и показал вообще все ему списали поражение на с ковалев проиграл черненький такой ковалев проиграл черненького темненький негодяй какой-то да вот и после этого высокого вообще списали и когда я смотрел этот бой специально смотрел ну была очень большая поэтому вот например вот эти дата бред из усик матченко дворцы вот ковалев ковалев там но в латвии в латвии боксера именно профессиональные боксеры да ну тебя кстати не было любительской нет конечно вообще вообще из кика сразу сразу кстати очень много таких сейчас на это тот же жене алексей тоже с кикбоксинга слушаю но уже не там мне кажется боев больше чем у нас в лунка там у пацанов там уже несколько в карте лапмане ну а потом опять разоколова мира чувак на самом деле он очень сипотизирует он крутой не знаю мне он нравится но именно из латвийских боксеров именно профессионалов даже не пацанов ладно но вот рамов это блин это круто чувак вот я на него смотрю это это супер sonic он но он прикольный да он конечно это вес не тот это не так как всем нравится и так много по этому к поторвалась в одну сторону зубы в три года губа там уже поменялись тут техника тут видение боя тут четкая задача у него на нож на ногах он красивый ну вот он мне нравится думаю что на первом месте точно кто еще молодые в марте красавчик очень сильный парень талантливый мне нравится прикольно нравится на самом деле очень сильно нравится оскар тоже грозный да блин чувак с такими движениями ног и корпусом и чувство дистанции вот он когда ловит эту волну но это крутой бой получается он и мы с ним спарринговали как-то этом когда вы готовился мне кажется к мэнди или кому легко так спорю понятно не полегче меня но блин это интересно ты как бы него нет задачи там кровь кому-то допустить а где играешь тот наш там обмануты обмануты права люба очень круто вот молодые два вот эти да на этом рамулов и понятно дело там каждый у нас не кажется каждый боксер как бы по-своему именно кто как бы мне так нравится понятно и прикольно что есть что-то в них то чего нету вам не знаешь такая но хотелось но хотелось бы да конечно вот и недавно был на сборах в россии да ты в россии не украину ездил да и там у тебя были сборы давай про них поговорим что-то там новому чему научился учился ли ты чему-то нового научили ли да нет там был на украине поехал в лагере к александр львович лихтер тренировал братьев кличко очень очень душевный очень такой глубокий очень но такой умный простой мужик на самом деле да это не всегда ты сразу сможешь грубо говоря я за там за полтора месяца два месяца мы с не подготовились есть не вышел но это блин это мне кажется очень тяжело мы смогли сработаться и вот рех это была такая идея дима да потому что получалось так что у меня если бы я не боксировал на эту супер серии то у меня получилось бы такое конкретная пауза сейчас у нас уже там них 29 грубо говоря у нас вообще в каждом боксе да я считаю что там полгода или там не знаю цикле 3 месяца это вообще это уже это много ты должен там хотя бы не знаю там раз четыре месяца но боксировать так получалось что если бы я не боксировал туда как бы такая конкретная пауза яма и дима предложил горит слушай да давай как можем боксировать но вот если только ты поедешь как бы на сборы наверное было связано с тем что он работал смотри да понятно делу морис более как бы серьезно да никаких обид нигде нет мы с ним это все ровно рено это я к этому вообще нормально отношусь отношусь и к морису и как бы диме нет такого что то нет что давай нет все нормально все обалденно все круто он был всегда со мной на телефоне на скайпе на ватсапе инстаграме как мы все время списывали созванивались он созванивался списывался с виктором всегда он был все равно все рядом ну вот вы поехали туда я туда на три недели по моему я был там мы думали что я вообще там буду даже спарринге проводить но так вот что что пацаны все равно потом приехали сюда для наших лнк до помогали но блин пишу так что там я стоял в парах лет на 5 на 6 меня моложе на 8 эти парни будут поопытнее чем некоторые у нас которые уже профессионалы они они настолько легкие настолько расслаблены и настолько опытные он двигается он быстрый он вообще не думает что он бьет наш нет такого что он заряжает он выбросил вышел раз раскидал тебя ушел опять накидал и лучшим вот ширину только еще вот это расслабленность плечи не такого что там знаешь как нет ты пока будешь тогда замахивая сути накидает разорвет тут я здесь наш но я встал в парах с этим молодым с нами я понял вот я попал в нужную это круто и да с каждым днем там с недели там через неделю на вторую неделю у меня уже вот это добавил расслабление 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 и все и там парни кто были они тоже там где выступают они говорят о это уже круто как бы но поменялся кардинально то есть в следующем бою мы увидим чуть-чуть другого но тут другой соперник гасан гасан ехал бы ковать убивать на пути ровать я думаю что я кимов будет немного другой мы так думаем какой будет как говорится знаешь у тебя было всегда всегда планов там поэтому они есть разные планы да но это я уверен что это кардинально разные боксера и как бы у на у меня в лагере сейчас мы подготовили и дмитрий игоревич шихова и александр львович до лихтер будет и у меня и качкова и плавание у меня как бы блин сушком плит сейчас я жучу себя вот профессионал вот это круто благодаря лмк боксинг даже не там с проникой вадим его но с каждым боем если растешь что и они растут и его постоянно помощь дает больше возможно что я настолько себя обалденно уча и массажи и такие тренировки и вела тренировки и как бы не знаю ну круто я потренировался не человек приехал на массаж и сделал ну блин вот так понятное дело вот так и растут чемпионы так вот так и все знаешь слове ну да вот так вот так понятное дело да чтобы как бы туда выстрелить и должен в зале от пахать там понятное дело но сейчас но многие бы хотели пахать ну реально многие хотели пахать на условий не условия нету понятный слушай сам недавно еще работал по ночам родилась работа да по ночам пахал двое суток пошло потом в понедельник для тренировки блин было прикольно что вообще было покладше был здоровье позволяло да конечно можно было все так у меня еще получалось что я не работал только те выходные когда у меня бой когда я спринговал три недели я работал ты выбираешь и я работаю так человек покой болотник ту игру с 1 1 1 1 ну что там удачи на следующей неделе хорошо это спасибо ну это было очень тяжело ну и поток это 1 1 1 1 да и вот он к предложили там акты спасибо вам спасибо за счет них да но я считаю что он за счет них и вообще бог сейчас поднимает да и я думаю что в зале все вот мы тренируемся на этом вот на самом деле вы дети смотрят о и вот у них какое-то есть желание у них есть рвение у них есть цели знаешь также блин тяжелым в целом боксу помощь пришла в их да 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 что что да это точно это круто за это респект огромный сужину я работал в ночных клубах ну лет десять наверно ты сколько работал так но именно ночной клуб до на дискотечку вот это а работал официально за это френд был первый такой нашел так ты работал по ресторану ну а как ночная жизнь вот как спортсмены все честно сейчас мега не всегда и что раз мне кажется спортсменов это не то да но честно да я видел много людей и по всякому видел но слушай каждого по-своему да каждого своя жизнь вот он может поехать но увидел да видел всякие там тебе часто приходилось успокаивать кого-то я пару раз выходил за барную стойку это категорически нельзя было там есть охрана и ну не забота куда-то есть проблемы ты вызываешь менеджером ну конечно какой менеджер я сам погоду и все это понимаешь это вроде последний сегодня день но нет мне так повезло что я работал как-то адекватные были конечно там ужасно но отвратительные и там пьяные такие сякие ну слушай по пьяни все люди разные на но никогда повезло да не было такого какого-то хамство там открытого металл ничьи ними не бросали не плевали нормально может быть потому что я уже что там выступал где-то и знал уже знаешь у меня все знакомые когда речь заходит о тебе я группе нам такой позитивный чел вообще говорит кто болотник игру ну да да ну говорит на фотку смотрю реально мороз выглядит так огром по жизни дико позитивная группа смотри там видяшки как он разговаривает он всегда на приколе поэтому я думаю что нету понятное дело я в баре не стоял и там а там братан я люблю ты ты сегодня пришел всем за мой счет если я стоял там глаза из палуба и уже мотал бинты понимаешь ну скажи мне что у него чувак я тебя размотаю но понятное дело ты уставший злой они отдыхают значит вопрос сушит гонишь ты че такой уставший такой злой в клубе работали образный дискотека тут фу-фу но да хорошо хорошо да поговори прийти сюда трезвый поспорт на своих друзей посмотри вот но нет это крутой меток сейчас это крутая глава в моей жизни потому что сейчас чтобы меня затащить в клуб блин я не знаю я должен уснуть дома мне накачать лазики с таблетками привести в клуб тогда я смысл и а так очень тяжело и не хочу и нет желания ничего там как бы особо нового я не увижу да там круто да можно отдохнуть да у нас клубы прикольные крутые караоке все и ведущие все круто и это все клубе фраз вот реклама вот и но как я как я как спортсмен сейчас но блин нет точно нет если у меня выходной я там женой к родителям там к юсерик своей тече там повзрослел куда-то дай ну я во первых я больше уже не не да у меня семья пока что маленькая именно пока что вот но есть семья это уже за кого-то в ответе и как говорится никому не обязан то есть никому не должен кое-кому обязан да тут уже тут уже обязан жена да тоже уже и теща уже семья ну как бы уже все ты уже не можешь вообще это важно как обалден меня любит все еще ваще обожаю вот такая женщина просто круто меня любят приезжаем кушаем шашлыки всем приглашает на мясо 7 7 кушаем там и кушали на минуту мама ты знаешь а то есть так ну ка на моего сумка не гнать сама виновата то есть ты и покорил у нас обладаем и с папой с оленевым с вадим тоже ну блин мне кажется со мной плохие отношения только те кто хочет я не знаю я всегда на позитиве там причины ты урод да и слава тебе молодец спасибо что знаешь это моё имя понимаешь я всегда ты квотоков но сталкивался с негативом реально вот с таким вот по поводу своей карьеры в комментариях можно что-то задевали ну бывало конечно бывало конечно но знаешь как я всегда говорю даже не говорю между на сказал присущим прикинь если майвезер или усик бы каждому отвечать ну вот каждому ну вот зачем вот зачем тебе отвечать вот но написал говно хорошо а что тебе предъявляли ну что тебя это было какой там ужасный там боксер что это за бокс да господи да куда он бьет да вообще никакой ну там то по-разному такая диванная тема да ну слушай даже ты не диван даже дивана нет это ужасно слушай но я каждого человека уважаю кто вышел в ринг неважно вот там никакой вот там трехсотый в мире там не знаю в первом раунде упал слушай туда блин выйти он во первых он прошел этот время подготовки в раздевалке пока его мотает это уже уже горишь уже боишься и ты пока идешь в этот ринг думаешь господи за что мне получать в голову он уже молодец а вот эти люди там знаешь кричат тоже слышу там познание там сейчас поставим как-то меньше раньше да ну а что ты делаешь ей да я за это бабки платил господи ты платил ты скинулся болвану куда ты вообще подарить билот билет я бы но понятное дело не все должны на самом деле они стимулируют да я записывал это видео на фейсбуке что давайте готовьте свои шаманов там этих кукол и проклятся давайте давайте и смотри как получилось я вышел в игру газа и они на самом деле помогают они злят но помогают это должны быть если тебе будет все время говоришь ты хорошо ты молодец ты молодец играть и горят это никакой тут ужасе что ты делаешь вообще да ты вообще уничтожаешь все мы счастлива последнее время как-то тут все хорошо спасибо вам это все которые говорили они стали друзьями мой любимый вопрос по поводу самого сильного удара который ты пропускал ну вот даже не то что пропускала типа перчатками били тренер лапы смотрелся блин самый сильный ну ты спарринговал морис наверно да слушай я спарринговал и с такими как усик и егор на которую смотри боксировал прибывал с многими морис блин да морис усик да скажу что очень сильный но более более мутую множество растрикает автомат как я говорил морис он тут хищник вот как только ты задеваешься как только он уже увидишь это что-то там делаешь пару раз подряд одно и то же ну слушай лови не даром я как вы я не по корпус до пробивал и блин было было очень больно было и нос разбивал мир или слушай это нормально я был я был корпус я перегородка но это даже не помню голова и лопчей влетела сюда не ждать так да наверное морис морис 2 2 наверно за своего веса слышал он во-первых и резкий и вот он тоже вот хищник вот намечается бой заура со смирновым вообще не думаю честно вообще не думаю про этот бой вообще понятное дело я за за ура вот ты не смотрел шоу смирнов это где овсянку снимают и других еще нет мне рассказывали что он снимает какие-то бомжи вообще феномен смирнова давай поговорим про это нет я заплатил за этот фир и не собираюсь разговаривать ни одно слушай как тебе объяснить то что он делает каждый человек да какое бы у него там да ты можешь любить его уважать уважать все равно да но то что он делает и вот в сфере какие там не знаю мне призывали у нас фейсбуке даже у меня нету больше я так понимаю что он достиг там чего-то это круто да ну это молодец да я грубо говоря я не хочу там сравнивать но грубо говоря не все любят макгрегор но он интересен понимаешь но выигрывает макгрегор наговорил и выиграл надо может быть там смирнов там когда-нибудь в игры там какого-то там молодца вот но я это не моя вообще не знаю гипотетически после боя за ура он бросает вызов тебе выходит после твоего боя говори но если я хочу здесь он не знаю когда-нибудь в сотку попадет в мире вот я честно я не решать да решает промоутер менеджер тренера тренер главный да они решают мне я во первых как говорится тренер он уверен все бойцы если он поставил каким то я знаю что он уверен но так ну нет слушай ну так же можно с каждым я уверен что у тебя в зале здесь есть парни которые покруче смирнова и посильнее бьют на эти в них больше уверен понимаешь но но ты же не будешь говорить слушай ну иди там вот с этим вызовет мне кажется как бы это даже совсем немножко разный уровень за уровень смирнов я просто знаю что у них между ними там какая-то была перепалка уже давно ну вот она как бы возобновилась ну блин я желаю только крутого боя бы особо там да конечно там ставить деньги на кого-то не собираюсь болею как бы да потому что замуж я очень много не знаем мы занимались в сиф-лайфе у савлиса да это делали за него но и считаю что какой-то профессиональный бой это такие выяснения думаю даже отношения скажем так чуть про тренера давай поговорим димой уже много-много лет сколько вот как иначе 19 год около 14 профессионал прошел 15 самый первый тренер и все времени он он какой в зале вот смотри у него на данный момент есть два чайка с кем он вот плотно занимается это майорис нету 22 да но это который узнаваем да да вы и стас макаренко и шутку но у него есть пацаны но те кто да как ты как он стас он больше в кикбоксинге хотя я слышал что он сейчас очень перейти на но я и мальч да ну вы очень разный да просто полюс на два разных это есть есть маленькая вот он такая как бы наверное проблем это каждого есть свои плюсы есть свои минусы я вот я вот такой морис более не знаю более такой серьезный скажем так он более холодный да такой и я могу меня вот все меня прет там наш я овен поздно и в год ложки вот меня вот короче просто нереально и конечно дима сколько раз на тренировки успокаивал это даже во первых это мешает мне как боксеру чтобы сосредоточиться и во вторых это мешает ему и поэтому сейчас на самом деле вот там последние бои последней подготовки очень сильно поменялся я как бы соотношением как будут к этому тренировочному процессу я очень очень всегда средоточен на предстоящем бою очень на лагере сосредоточен как бы на всех заданиях на любых движениях именно на любом слове да я там не такого что мы что делаем я пошел гулять нет если я гуляю то есть время смотрю на него чтобы не было такого что мне говорит потом я ай да нет сейчас все очень серьезно во первых много что на кону стоит и я как-то да понятно делать с годами течет еще больше узнаешь раньше как-то знаешь а развернулся там тренер говорит пофиг сейчас нет тренер и только благодаря ему мои руки летят наш все ему да я я думаю наверное удачи жукошь перестраиваться с марисом и меня слушаем тут во первых это я скажу разный уровень морис это прелесть да я это человек который до который пока что он идет только там к этой вершине вот понятное дело но могу сказать что те люди которые видели как дима тренирует это это талант ну согласись что в него много кто не верил да мне кажется до сих пор в него еще не верят но что он но крут он крут этот человек это знаешь если я которому-то не тренирует от 10 но вот он ты не вода не стиль все не меняет димитрий этот такой человек он все время каждый день каждый час каждый вечер он все время что-то читает что-то узнает новое слушай этот человек знает про питание мне кажется про сушку про тренировки про пульс про нагрузки знает больше чем какой-то тренер по физпо готовы это настолько уже умный человек это настолько с братьем багажом он нашел на сборах со мной там и усика и туда и сюда и я думаю что вот там какие-то там из нас 50 лет когда мы будет слушай думаю мне кажется просто это будет это круто я считаю что это очень круто он крутой тренер это было одно из вот когда меня спросили по поводу этого игру ну конечно дал молодой но он уже сейчас должен начинать работать с топами но мы выросли за гранира откуда у нас возьмутся топ-тренер если того же майореса всегда будет тренировать иностранец для понятное дело не она лишь главное чтобы у тренеров они как-то развивались этот блин и не знаю постоянно он мне постоянно нервирует у меня постоянно дает чтобы не нравится понимаешь он не говорит так вот этот сейчас боксируем вот так он приходит говорит так теперь должен немножко двигаться так теперь должен идти так теперь шаги так теперь уклоны господи дмитрий успокойтесь надо все окей ты стоишь надо надо и потом получается блин поэтому знаешь когда там одно 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 там один стиль так круто как выдаст один всегда преподаваешь но когда у тебя тренер может вот так подстроиться и поэтому и так к этому бойцу и к такому противнику я считаю что это было на это круто наше передача подходит концу и тебе вопрос от прошлого гостя это был заур джавадов ты с ним хорошо знаком он спросил вот и добрый но ты в целом добрый парень но где вот эта грань доброты которую нельзя пересекать блин заур ты после боя после боя после боя вообще не разговаривают неделю где-то грань я не знаю я думаю что ну знаешь когда за измелья слишком добрый я думаю что нельзя измелья мне кажется что доброта злость вот это вот знаешь как говорится нет грани твоей злости или или ну вот мне кажется что ну каждый человек это все индивидуально если он человек добрый то может быть просто нереально добр и у него не может быть грани он может быть прощать 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 но муж говорит ну-ка перестань уже прощать ну хватит мне кажется что это такое чувство которое на думаешь у меня я надеюсь где-то есть грань понятное дело если человек будет говорит 10 раз я дурак конечно дураком надеюсь делу его я в крестике нолики а вот но не кажется что такие чувства которые ты не можешь найти эту грань она как-то такая знаешь плаваешь если человек злой слушает он мне кажется может быть и очень злой или просто злой на тяжелых такой вопрос ты сейчас ответил как вот прям вот как боксер чисто да всем все понятно лайк хорошо давай твой вопрос следующему гость ну наверно ладно из тут чтобы доброта злость мой вопрос какое человеку какое например человечество качество человечество ты хотел бы себя например вложить а какое забрать ну какой ты хочешь лишиться грубо говоря шум тема какое чтобы она у тебя появилась да какую черту характера из себя ты бы убрал и какое бы себе добавила это был тебе вопрос от ричарда болотника боксер из топ-30 и как вы убедились от левки плевки отличный собеседник